Добрый вечер! На канале Freedom Наше Время и далее мы расскажем о главных событиях дня. Сегодня узнаете о таком. Страны Балтии укрепляют границы. Эстония, Латвия и Литва договорились построить общую линию обороны на случай нападения со стороны России или Беларуси. Украина на пути в Европейский Союз. Что уже выполнено и какие следующие шаги для полноправного членства? Целая нация показывает нам, как много для них значит Европа. И я горжусь тем, что наш Союз ответил на призыв Украины. Путин хвастается отечественным супероружием, а в самой России проблемы с туалетами. Многие россияне до сих пор не имеют канализации в доме и ходят по нужде на улицу. Даже в дождь и мороз. Сейчас куда ходите? Вас же лишили туалет? Вот в ведерочке и туда. Ни дня без штурмов. Российские войска пытаются вернуть утраченные позиции в районе Клещиевки, но постоянно получают отпор. Как украинские защитники сдерживают захватчиков на восточном фланге фронта? И далее обо всем подробно. У северной границы Украины противник сосредоточил дополнительные силы и удерживает почти 22 тысячи военных. Это подразделения армии России и служащие вооруженных сил Беларуси. Об этом заявил командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев. При этом он отметил, что обстановка в северной операционной зоне остается контролируемой. Подразделения противника постоянно ведут разведку, производят обстрелы приграничных районов, активно наращивают инженерно-фортификационные оборудования местности. Отмечаются меры по перевооружению подразделений на новые или модернизированные образцы вооружения. Сергей Наев, командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины, Facebook. Страны Балтии создадут совместную зону обороны на границе с Россией и Беларусью. Соответствующее соглашение подписали министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы. По итогам встречи в Риге, сообщает эстонское оборонное ведомство. Документ предусматривает создание в ближайшие годы на границах стран Балтии зоны из различных оборонительных сооружений для сдерживания возможной военной угрозы со стороны России и Беларуси. Война России против Украины показала, что кроме техники, боеприпасов и живой силы, нам также нужны объекты физической защиты на границе, чтобы защитить Эстонию с первого метра. Мы делаем это для того, чтобы народ Эстонии чувствовал себя в безопасности. Но если возникнет малейший риск, мы скорее будем готовы к различному развитию событий. Ханно Певкур, министр обороны Эстонии и сообщение на сайте Министерства обороны Эстонии. Также парламентарии стран Балтии призвали поддерживать Украину до ее полной победы. Соответствующее заявление сегодня принял президиум Балтийской ассамблеи, сообщает Латвийский Сейм. В документе депутаты парламентов Эстонии, Литвы и Латвии подчеркнули важность различных форм помощи военной, финансовой и политической, чтобы Украина смогла полностью деоккупировать свои территории. Парламентарии также призвали международное сообщество активнее внедрять политику санкций против России и искать механизмы, чтобы замороженные российские активы были использованы для восстановления Украины. Украинские военные уничтожили целый российский взвод артиллерии, а также танки, БТРы и комплекс дальнего визуального наблюдения «Мурам-П». О том, что происходит на передовой, далее в сводке Генерального штаба ВСУ. По данным Генерального штаба ВСУ, за сутки на передовой произошло 87 боевых столкновений. Российская армия пыталась безуспешно прорвать оборону украинских войск на Купинском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Традиционно больше всего атак свыше 30 украинские защитники отразили на Авдеевском направлении. По селу Орловка Донецкой области противник нанес авиационный удар. Российские войска не оставляют попыток захватить Авдеевку. Чтобы продвинуться, россияне сейчас активно используют авиацию практически на всей линии фронта. Однако тяжелую технику бросают в боль лишь малыми группами и атакуют уже преимущественно пехотой. Российские оккупанты прекратили использовать много техники в одной атаке. Раньше было 10-15 единиц. Сейчас идет два танка, а также 2-3 БМП или МТЛБ, на которых сидит десант врага. Потому что когда их пехота идет пешком, наши FPV-дроны выбивают их. А используя такую тактику, враг пытается быстрее подбросить пехоту к переднему краю. Александр Штупун, спикер Объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления. В эфире марафона «Едыни новыны». Целый дивизион артиллерийских средств, российских оккупантов, а также несколько единиц бронированной и автомобильной техники, в том числе танки БТРы, бойцы сил специальных операций Украины разбили на юге только за 10 дней работы. Кроме того, в Харьковской области украинские пограничники уничтожили еще один российский комплекс дальнего визуального наблюдения «Муром-П». Наши ребята там очень мощно стоят. Все секторы, где они пытаются атаковать, сейчас берут под мощный огневой контроль. Хорошо переезд в том, что у нас есть сложная, конечно, под огнем противника, но логистическая составляющая, что держать Авдеевку мы можем. Там крепорайон очень мощный. В некоторых ситуациях контрактуем по клещам этим с юга и с севера. Конечно, противник в некоторой степени бывает там продвигается на 300-500 метров, но мы маневрируем дальше на всем удары и не допускаем как раз развития наступательных операций. Это очень мощный формат уничтожения резервов. Около 80 тысяч военных Кремль сконцентрировал в районе Бахмута Донецкой области. Однако военные эксперты считают, что вряд ли российские оккупанты бросят всю эту группировку на Часов-Яр или Лиман. Россияне все так же ищут слабые, как им кажется, места в нашей защите. Расчет на то, что погода позволит им эффективно действовать на купинском направлении, не сработал. Плюс правильно спланированная и отлаженная украинская оборона дала возможность отражать многочисленные атаки. Это вынуждает их искать альтернативу. В принципе, как и прогнозировалось, акцент сместился на Лиман, Авдеевку и Маринку. На Бахмутском отрезке будут атаковать, но точно не всеми силами. Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований, в комментарии РБК «Украина». По данным Генерального штаба ВСУ, только за последние сутки силу обороны Украины ликвидировали 920 российских оккупантов. Всего же с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла на фронте почти 375 тысяч своих солдат. Также за минувшие сутки украинские военные уничтожили 20 танков, 36 боевых бронированных машин, 19 артсистем, одно средство ПВО и 41 единицу автомобильной и специальной техники. Возвращение украинцев из российского плена домой – приоритет для Украины. Об этом в своем вечернем заявлении сказал президент Владимир Зеленский. Напомню, что по данным украинской власти, на сегодня в неволе у оккупантов остаются более 2000 граждан Украины. Особый акцент – наша благодарность за посредничество ради освобождения пленных. И такая наша работа не прерывается ни на день. Мы всегда ищем пути, всегда ищем эффективное посредничество. Это касается всех наших пленных, и воинов, и гражданских, и защитников Азовстали, и других наших украинских военных защитников. Процесс очень сложный, очень чувствительный. Но задача неизменна. Мы должны освободить всех наших людей, вернуть всех пленных домой. Эстония будет выделять Украине дополнительную финансовую помощь на развитие – по 14 миллионов евро в год. Как сообщила вице-канцлер эстонского МИДа Марьейн Ратник, деньги пойдут на сферу образования, здравоохранения и цифровых решений. Напомню, ранее премьер-министр страны анонсировала, в течение следующих четырех лет Эстония будет передавать четверть процента своего ВВП для финансовой поддержки Украины. А вот Франция поможет Украине быстрее пройти путь вступления в Евросоюз, заявил министр иностранных дел страны Стефан Сежурне. Он пообещал, что Киев получит помощь в виде экспертиз и обмена опытом в вопросе проведения украинского законодательства в соответствии с европейскими нормами. Напомню, по параллельному украинскому треку Евросоюз дал зеленый свет на вступление в организацию и Молдове. Детальнее о том, какими будут следующие шаги Кишинева-Киева, расскажет Лариса Зубенко. Украина приступила к очередному этапу на пути к вступлению в ЕС. Европейская комиссия начала работу над проектом переговорной рамки для Киева, документом, который определит основные переговорные принципы. Как заявляют в Брюсселе, проект будет наработан в течение нескольких недель. Кроме того, стартует скрининг украинского законодательства на соответствие европейским требованиям. В прошлом году, чтобы подготовиться к этому процессу, мы провели селф-скрининг около 28 тысяч актов права ЕС и определили еще около 2800 актов, подлежащих дальнейшей имплементации. Правительство постоянно работает над тем, чтобы приблизить наше законодательство к европейскому. Уже к концу зимы Европейская комиссия планирует дать промежуточную оценку евроинтеграционным реформам Украины. От этого будет зависеть начало переговоров по будущему членству страны в ЕС. Параллельно Брюссель проанализирует изменения в законодательстве Молдовы и Боснии и Герцеговины, которые также стремятся стать членами европейской семьи. Народ Украины упорно боролся за достижение этой цели не только на поле боя, но и посредством работы своих демократических институтов. Всего за несколько месяцев они приняли новые законы, которые расширяют права национальных меньшинств, улучшают судебную систему и обеспечивают систему противовеса власти. Это значительные достижения. Демократические институты Украины выполняют не только наши рекомендации, но и надежды своего народа. Целая нация показывает нам, как много для них значит Европа. И я горжусь тем, что наш союз ответил на призыв Украины. Междисциплинарные команды экспертов, которые сформируют в Евросоюзе, оценят качество реформ в более чем 30 сферах. Начиная от налогового контроля и правосудия, и заканчивая образованием и культурой. По каждой этой главе будет приниматься отдельное решение, и здесь должен быть консенсус. То есть все представители стран должны будут проголосовать и сказать, что да, действительно, Украина сделала все необходимое, и теперь она соответствует требованиям Европейского Союза и тому законодательству, которое у него существует. Тем временем в правительстве Молдовы предполагают, переговорный процесс между Брюсселем и Кишиневом может стартовать в марте 2024-го. В Еврокомиссии заявляют, не только кандидаты готовятся к членству в ЕС. Сам Евросоюз меняется, чтобы организация не утратила своей эффективности после расширения. Мы также начнем работать над нашими собственными реформами, чтобы подготовиться к созданию Союза из 30 с лишним государств-членов. Как на практике будет работать Союз из более чем 30 стран? Только мы внутри Евросоюза можем ответить на этот вопрос. Эта палата уже выдвинула смелые идеи по реформе наших договоров. В следующем месяце комиссия изложит наши идеи в сообщении Европейскому парламенту и Совету перед дискуссией лидеров, организованной бельгийским председательством. По оценкам специалистов, переговорный процесс может продлиться до 2030 года. Помимо сложностей в имплементации европейского законодательства, могут возникнуть разногласия внутри самого Евросоюза. К примеру, Украина – прямой конкурент для нескольких стран ЕС в аграрном секторе. Их лидеры могут тормозить решения в интересах собственной экономики. Российские оккупанты днем в очередной раз обстреляли Херсон. Целились в жилые дома, сообщает областная военная администрация. Погибла 60-летняя женщина, также ранен 16-летний подросток. Его госпитализировали. Кремль может усилить атаки на Украину перед так называемыми выборами президента России. Так считают в Европейской комиссии. Также еврочиновники подчеркивают, что не стоит доверять любым заявлениям Москвы в отношении Киева. Позиция Путина, который не собирается выводить войска с оккупированных территорий Украины, лишний раз подтверждает, что нет никаких реальных предпосылок для переговоров. В то же время в Еврокомиссии поддерживают формулу мира, предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским. Украина должна выиграть эту войну, потому что Украина осуществляет законное право на самооборону. Путин заявил, что хочет стереть Украину и украинский народ с лица земли, с карты мира. Поэтому это необходимо остановить. Поскольку Украина является жертвой незаконной агрессии, то именно Украина будет принимать решения об условиях, параметрах и сроках любых мирных усилий, если они будут заслуживающими доверия и искренними с российской стороны, какими они, к сожалению, не являются. И об этом свидетельствует продолжающаяся эскалация и атаки на гражданские объекты в Украине. Российские власти на временно оккупированных территориях Украины проводят этнические чистки и депортируют украинцев, причем как взрослых, так и детей. Вместо них захватчики массово завозят граждан из депрессивных регионов РФ и заселяют их в дома украинцев. Об этом заявили в силах специальных операций ВСУ. По разным данным, на сегодняшний день только во временно оккупированном Мариуполе находятся около 50 тысяч россиян и выходцев из стран Центральной Азии. С какой целью Москва продолжает насильственно перемещать украинских детей и как вернуть их домой, Валерия Никипелова расскажет. Окупационные власти Крыма строго засекретили информацию о незаконно вывезенных из Украины детях. О любых запросах западных медиа по поводу депортированных украинцев оккупационные власти распорядились немедленно сообщать в Москву. Россия накрыла завесой тайны всех украинских детей, насильственно переправленных в Россию после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест в марте прошлого года. Каждый ребенок – еще одно доказательство по этому делу, и они, российские чиновники, это понимают. Из расследования агентства Reuters. Со ссылкой на юриста фонда Save Ukraine. Мирославу Харченко. 4 января Путин подписал указ, который упростил процедуру получения российского паспорта, в том числе для незаконно депортированных детей. Первое. Указ направлен на утверждение политики аннексии украинских территорий для того, чтобы показать, что это якобы территория Российской Федерации. Это международное преступление, как и преступление международной агрессии – его элемент. Вторая причина – это нарушение международного гуманитарного права, по которому запрещено рассматривать временно оккупированную территорию, как якобы территорию другой страны. В данном случае – территорию Российской Федерации. А этот указ направлен именно на это. Москва пытается сделать из маленьких украинцев россиян не только на бумаге. Депортированных детей эксплуатируют в пропагандистских телешоу. Их запугивают нацистами, обязывают петь гимн страны-агрессора и учить псевдоисторические факты из школьных учебников. Таким образом детям навязывают российскую идентичность. Многие дети рассказывают истории, что они боялись возвращаться в Украину, ведь были уверены, что здесь их будут допрашивать нацисты. И эти дети в возрасте 10-12 лет рассказывали нам, о чем им говорят россияне в своих школах, в средствах массовой информации. Трудно представить состояние ребенка, которому приезжает мама или сестра и говорит, поехали в Украину. А ребенок в 10 лет говорит, нет, я не поеду, я боюсь, меня убьют нацисты. Николай Кулеба, основатель фонда Save Ukraine. В интервью изданию online.ua В общей сложности Украине удалось вернуть около полутысячи незаконно вывезенных россиянами детей. Количество депортированных превышает 19,5 тысяч. И это только официально зафиксированные случаи. Возвращение каждого ребенка – это сложный, многоэтапный процесс. Международное сообщество должно немедленно консолидировать свои усилия в этом направлении, заявил омбудсмен Дмитрий Лубенец на встрече советников по нацбезопасности в швейцарском Давосе. Наши партнеры услышали голоса украинских детей, которых мы вернули домой. Родственников граждан, похищенных и незаконно удерживаемых Российской Федерацией. Они были поражены услышанными вещами. Сейчас дома 517 детей, 2828 взрослых, среди которых только 150 гражданских. А наша задача – вернуть всех. Поэтому международное сообщество должно немедленно консолидировать свои усилия в этом направлении. Дмитрий Лубенец, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, в Телеграм. Внести свой вклад в возвращение украинских детей домой можете и вы. Через информационную кампанию «Знаешь, скажи». Телеканал «Фридом» реализует проект в партнерстве с Уполномоченным президентом Украины по правам ребенка и ювенальной полицией. Если вы живете на временно оккупированных России и территориях Украины, в России или в Беларуси, и знаете, что у ваших соседей, знакомых или в социальном учреждении живет ребенок, похищенный из Украины, сообщите нам об этом. Передать информацию можно через Телеграм-канал «Я тут». QR-код и логин вы видите на экране. Или заполнив электронную форму по ссылке И к другим важным темам. Россию снова атаковали дроны. На этот раз беспилотники ударили по нефтебазе в городе Клинцы Брянской области. Пожар тушили несколько часов. Огонь охватил четыре резервуара с нефтепродуктами, сообщает Радио Свободы. По предварительной информации пострадавших нет. Также неизвестный беспилотник атаковал Тамбовский пороховой завод в городе Котовск. По данным The Moscow Times пострадавших и разрушений нет, но персонал все же эвакуировали. Добавлю, что это уже третья атака БПЛА на крупнейший пороховой завод России за последние три месяца. В ноябре дроны дважды попадали в корпуса предприятия, после чего начался пожар. Сегодня полыхало и в российском Челябинске. Там горел рынок рядом с большим торговым центром. Как сообщают российские телеграм-каналы, огонь охватил площадь в тысячу квадратных метров. Пожару присвоен третий ранг сложности. Причины возгорания пока неизвестны. В Башкортостане уже несколько дней не утихают массовые протесты. После завершения акции в Баймаке против приговора активисту Фаилю Алсынову около двух тысяч человек вышли на новый протест в столице республики Уфе. Митингующие ходили по площади и пели башкирские песни. Однако силовики все равно задержали семь человек. После чего и произошли столкновения с полицией. Напомню, Фаиля Алсынова приговорили к четырем годам колонии общего режима по делу о разжигании межнациональной розни. В то же время активист уже заявил, что будет обжаловать это решение. Сторонники осужденного также объявили всеобщую кампанию за его освобождение. Призывают бойкотировать московские партии, уходить с госслужбы, а также возвращаться с так называемой СВО. Дотерпеть до дома. Далеко не все российские школы оборудованы туалетами внутри зданий. Уборной нет в каждом 11 образовательном учреждении, сообщает издание «Важные истории». Хуже всего дела обстоят в Тыве, Якутии и Дагестане. При этом Путин критикует туалетные комнаты на Западе. О жизни без канализации в путинской России расскажем далее. А это 17-й квартал, самый старый и ужасный район Якутска. Живут тут в старых деревянных бараках. Но самое главное, что в минус 30-40 ходят туалет на улицу. 30 миллионов россиян вместо современных санузлов пользуются выгребными ямами. А это и антисанитария, и болезни. Несколько тысяч российских школ имеют туалеты только на улице. Вот у нас запасный выход. Через этот запасный выход выходят каждый день. Эта груда детей идет вот сюда. Сюда вот они выбегают, бегут туда до туалетов. Туалет теперь у нас кирпичный, раньше был деревянный. Не очень комфортно, потому что сейчас очень холодно. Так как мы живем в Сибири, приходится выходить и идти в туалет. Холодно очень. Согласно последним данным Минпросвещения России, в каждом 11-м школьном учреждении страны нет канализации. В Тыве, Дагестане и Якутии туалетов нет в более чем половине зданий. Карачаево, Черкесии и Бурятии свыше 20% учебных заведений не оборудованы уборными. Свежие данные опубликовали журналисты издания «Важные истории». Некоторые из них пострашнее фильмов ужасов. Речь о туалетах. Из-за отсутствия вентиляции весь первый этаж пропах общественным туалетом. Но учиться как-то надо. Некоторые дети, чтобы исправить нужду, терпят по несколько часов до дома. Ранее диктатор Путин заявлял о том, что жители Европы пользуются туалетами без перегородок. И якобы поэтому россияне возвращаются на родину. Больше и больше желающих вернуться на родину из тех, кто уехал. Трудно растить детей в тех условиях, которые в некоторых странах Запада сегодня создаются. Ну, извините, общие туалеты для мальчиков и девочек. При этом кремлевский автократ не уточнил, что во многих российских регионах, в частности Якутии, тоже нет раздельных туалетов в школах. Уборных внутри зданий вообще нет. Старшеклассники ходят без курток просто в туалет, даже в суровые дни. А маленькие просто, некоторые даже в туфлях ходят. Хотя на улице очень холодно. Не знаю как, они без курток, без шапок и в туалет бегают. Еще очереди большие. На деньги, которые Российская Федерация тратит, чтобы наносить удары по Украине, можно обустроить или отремонтировать 10 тысяч уборных. И это лишь за один день атаки. Люди до сих пор справляют нужду в деревянном туалете о том, что их лишили даже таких минимальных благ цивилизации. И все ради парковки. А сейчас куда ходите? У вас же лишили туалет? Вот в ведерочке и туда. То есть с собой ведерочка? Ведерочки сейчас вот в данный момент и пока вот в ту ограду носим. Пока те не возмутились жильцы дома. Помимо отсутствия туалетов, в России проблемы с доступом к воде. Свыше 11 миллионов жителей страны в 83 российских регионах не обеспечены питьевой водой. В российском Новосибирске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за очереды коммунальных аварий. В ночь на 19 января в областном центре произошла третья за сутки и пятая за неделю поломка на теплосетях. Из-за прорыва трубы без тепла в 20-ти градусные морозы остались жители более 100 домов, сообщает The Moscow Times. Напомню, ранее издание писало о коллапсе системы ЖКХ почти в половине регионов России. Из-за постоянных аварий без отопления, воды, электричества и газа остались сотни тысяч россиян как минимум в 43 регионах страны. В то же время, несмотря на критический износ и череду аварий, российские власти планируют радикально сократить расходы на жилищно-коммунальную инфраструктуру. Согласно бюджету России на следующие три года, финансирование из федеральной казны этой сферы будет урезано более чем вдвое. И к другим темам. «Хуситы» в очередной раз атаковали баллистическими ракетами коммерческое американское судно в Красном море. Это уже третий случай за последние три дня, сообщают в Центральном военном командовании США. По его данным, в сторону танкера были выпущены две противокорабельные ракеты. Обе цели не достигли, упав в воду вблизи судна. О повреждениях корабля и пострадавших членах экипажа не сообщается. В нестабильной ситуации в Красном море виновен Иран. И только Тегерану под силу остановить незаконные атаки на суда. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. Он призвал Иран использовать свое влияние для предотвращения дальнейших угроз. И добавил, что свобода судоходства является жизненно важной для глобальной торговли. Иран несет ответственность за высокий уровень нестабильности в регионе, поддерживая Хамасы в Газе, Хизбалу в Ливане и Хусейта в Йемене. У Великобритании сложное отношение с Ираном, но работа министра иностранных дел заключается в том, чтобы встречаться и доносить очень четкие сообщения, что я и сделал. Дэвид Кэмерон, министр иностранных дел Великобритании. Госсекретарь США Энтони Блинкин на следующей неделе отправится в турне по Африке. Он посетит Каба-Верде, Код-де-Вуар, Нигерию и Анголу. Это будет его четвертая поездка на африканский континент. Как заявил представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Мэтью Миллер, в рамках своего шестидневного турне Блинкин обсудит экономическое партнерство, а также инвестиции США в инфраструктуру Африки для укрепления двусторонней торговли. Ни на день не стихают боевые действия на Махмутском направлении. Российские войска совершают попытки вернуть утраченные позиции в районе Клещиевки, которую силы обороны Украины освободили в сентябре прошлого года. Как украинские защитники противостоят российским оккупантам, узнавала Анастасия Волкова. На данный момент враг пробует пройти со всех сторон, прощупывает, видимо, где лучше. 34-летний командир взвода инженерной разведки Орест рассказывает, до 24 февраля 2022 года жил в Швеции, работал в одной из строителей компаний Стокгольма, но решил вернуться на родину, вступить в ряды украинской армии. У него уже есть боевой опыт, он участник антитеррористической операции 2015-2016 годов. Сейчас в составе 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады выполняет задания под Клещиевкой Донецкой области. Практически на данное время это бесконечный процесс. Каждый день устанавливаем, каждый день штурм, каждый день используем заграждение. И снова по кругу. Сейчас это, так сказать, местные штурмы. И так они сейчас пробуют прощупывать, где можно пролезть. Задача сапёров в подразделении – разминировать маршрут на позиции штурмовой группы и ставить заграждение для сдерживания противника. Военнослужащий рассказывает, часто на позициях российские военные используют запрещённый вид минирования и химию. Поскольку земляне – россиян, их мало интересует, что тут останется и кто тут пострадает. Соответственно, они используют все нечестные действия, которые только могут быть. И в последнее время это широкое применение газа, хлора и других видов газа для того, чтобы усложнить дыхание, заставить украинскую пехоту отойти от своих позиций. Между боевыми заданиями украинские военные проводят тренировки на полигонах, отрабатывают все действия, которые могут пригодиться в бою. Военнослужащий Олег ведёт стрельбу из АГС-17. Калибр гранатомёта – 30 мм. Дальность стрельбы – около 2 км. Олег говорит, несмотря на то, что калибр оружия небольшой, он эффективно показывает себя в клещевке. С чем сталкиваемся каждый день – это с массированными обстрелами, использованием крупнокалиберных пушек, использованием газов. Сам военнослужащий из временно оккупированного Скадовска выехать смог год назад. Дорога заняла пять дней, маршрут был сложным через территорию России и Европу. Но как только снова заехал в Украину, сразу присоединился к войскам. Россияне – это оккупанты. Они пришли на нашу землю. Ничего доброго я о них сказать не могу. Отношение к людям плохое. Всё, что им необходимо – это наша территория и наши ресурсы. А мы, как народ, как нация, им абсолютно неинтересны. Напарник Олегов Владислав работает с противотанковым гранатомётом. Говорит, эффективно поражать противника. Им помогает аэроразведка. Мы бьём точно и наверняка сразу. Моя первая смена была. То пять российских оккупантов – сразу минус. Максим работает с беспилотниками. Его умение управлять дроном и находить необходимые цели помогает эффективно поражать технику и живую силу противника. Сейчас на дронах работа является первоочередной, потому что необходимо корректировать оружие. Необходимо понимать, куда ты попадёшь. Необходимо экономить боеприпасы. И это всё идёт только от работы дронов. Так как визуально наблюдать за работой невозможно. Мы работаем с закрытых позиций. Максим рассказывает, этот дрон с ним уже полтора года. Стараются его беречь. И уже трижды ремонтировали после падений. На нём ремонтировалась подвесная система. Потому что он, когда упал, её повредил. Она не работала. И две задние лампы были заменены. Лопасти постоянно меняются. Потому что в посадке ты его не всегда можешь поймать на руку. Иногда приходится его садить и так. А любую преграду лопасти ломаются. Клещиевка – населённый пункт, который в ходе боевых действий был полностью оккупирован и уничтожен российскими войсками. В сентябре прошлого года силы обороны Украины в ходе тяжёлых боёв населённый пункт освободили. Но российские войска продолжают попытки вернуть утраченные позиции. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok